Сегодня у нас с вами презентация о самых известных русских учёных и открытиях. То есть мы с вами посмотрим, что сделали русские математики, химики, физики и так далее для мировой науки, не только для России. Сразу скажу, что вообще, конечно, русских учёных очень много. Я выбрала только тех, которые, может быть, нам будут интересны, потому что посмотреть всех это нам нужно неделю тут сидеть и смотреть. И давайте мы с вами начнём хронологически. То есть мы посмотрим сначала самых старых учёных, которые были известны, и до наших дней, что сейчас есть в науке русской. Значит, первое, о ком мы поговорим, это Михаил Ломоносов. Слышали о нём? Слышали, Хейка? Значит, Михаил Ломоносов это такой универсальный человек, можно так назвать, который работал в разных сферах, в разных областях. Вот посмотрите, он был и энциклопедист, и физик, и химик, и астроном, и географ, и металлург, и геолог, и поэт, художник, филолог, и генеолог. То есть он занимался в разных сферах. На тот момент времени, то есть это вот примерно 18 век, во всех областях науки было мало изученного, то есть всегда было что-то, что можно изучать. Поэтому такие умные люди, великие умы, они изучали все сферы, все области. Что интересного, такого самого важного сделал Ломоносов? Во-первых, он сформулировал закон сохранения энергии и движения, то есть закон сохранения, что энергия у нас сохраняется. Также он создал молекулярно-кинетическую теорию тепла, и это было как начало термодинамики, которую сейчас есть как наука. Далее он был первым, кто основал науку о стекле, как вот на окне стекло. То есть до Ломоносова никто не изучал это. И также он создал проект первого в России классического университета. И это у нас Московский университет, 1755 год. Это и сейчас самый важный, самый главный университет в России. И он носит имя Ломоносова, Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. То есть сейчас мы все еще помним об этом. Что еще интересного? Интересно, что Ломоносов, так как он был тоже астрономом, вот тут такая маленькая фотография, картинка, фотография. Он наблюдал за небом, космосом, за звездами. И он был первый, кто узнал, что у Венеры, планеты Венера, есть атмосфера. Он увидел это еще очень-очень давно, когда не было никаких хороших телескопов, как сейчас. Работает русский язык, грамматика. Да, сейчас расскажу, сейчас расскажу. Вот у нас тут есть фотографии. Значит, что еще интересно? Он сделал первый прототип вертолета. Причем интересно, что он работал примерно в одно время с Леонардо да Винчи, который тоже сделал прототип такого вертолетного транспортного средства. Но тексты датированные да Винчи были позже, то есть после Ломоносова. Считается, что Ломоносов был первым. И как правильно заметил Хейко, что интересно для меня и для нас с вами особенно, это то, что Ломоносов занимался филологией, и он издал российскую грамматику. То есть он таким первым человеком был, который собрал грамматику русского языка в одну книгу. И интересно, что на тот момент он ориентировался именно на Москву, на московский русский язык. Потому что Россия большая, все говорили на диалектах. И это был такой как стандарт, на котором рекомендовалось говорить всем остальным людям. Хорошо, значит, это был первый такой универсальный и известный во всем мире ученый, не только на территории России. То есть его знали и в других странах. Значит, далее. О ком мы поговорим? Это мы поговорим о женщине ученой. Софья Ковалевская. Слышали? Может быть. Не слышали, но ничего страшного. Значит, Софья Ковалевская. Да, это уже у нас 19-й век. То есть Ломоносов это был 18-й век. Софья Ковалевская была математиком и механиком. И что такого важного. То есть я не скажу, что она сделала какие-то очень большие открытия. Конечно, она была очень хорошим ученым. Но в чем был прогресс, прорыв? Это был в том, что она была первой в России и в Северной Европе женщиной-профессором. И первая в мире женщина-профессор математики. То есть до нее не было ни одной женщины в мире, которая была бы профессором в университете, профессором математики. Конечно, как женщины-ученые у нее была нелегкая история, нелегкая судьба, потому что в то время, когда жила Софья, в России женщины не могли ходить в университет. То есть это было запрещено. И поэтому ей нужно было поехать в другую страну, за границу. То есть в России это было невозможно. Она закончила гимназию, и все, на этом стоп. Но чтобы поехать за границу, у нее должно было быть разрешение, permission, разрешение от ее родителей. Но родители сказали нет, мы не хотим. И поэтому ей пришлось вступить в фиктивный брак. Фиктивный брак, то есть фиктивный муж. То есть она нашла другого молодого ученого, мужчину. У них была свадьба, но свадьба была не настоящая. И это помогло ей переехать в другую страну. Она училась в Германии, и потом позже работала в Швеции, в Стокгольмском университете. И даже получила премию Шведской королевской академии наук. То есть была признана не только в России. Хотя вот в России ей говорили нет, вы не можете учиться в университете. Но вот в итоге она стала очень известной, работала и преподавала в университете в Стокгольмском. И тоже параллельно с работой математика она написала несколько книг. То есть какие-то ее мемуары о том, как она училась, работала и так далее. Вот, кстати, это она и ее фиктивный муж. Кстати, интересно, что хотя муж был сначала фиктивный, потом они полюбили друг друга, и у них были дети. То есть потом все хорошо закончилось. Хорошо, следующий наш ученый — это Дмитрий Менделеев. Слышали, Менделеев? Наверное, слышали. Если были в школе, то должны были слышать. Значит, Дмитрий Менделеев, самая большая его заслуга, самая большая его работа — это таблица Менделеева. Вот мы здесь ее видим, которая целиком называется «Периодический закон химических элементов». Это у нас тоже XIX век, уже ближе к концу XIX века. Что было важно в этой работе? Конечно, до Менделеева очень многие ученые изучали химические элементы. Это было нормально. И очень много ученых хотели их структурировать. То есть они пробовали так, так, так. В чем особенность таблицы Менделеева? Это в том, что он классифицировал элементы, и плюс он предсказал новые элементы, predicted, и их характеристики. То есть он придумал такую таблицу, которая работала на будущее. И да, он предсказал некоторые элементы, которые уже, может быть, через 10, 20, 30 лет реально были, нашли, их нашли ученые. И, конечно, считается, что это такая самая на данный момент идеальная таблица, которая уже с момента, когда ее создал Менделеев, уже там очень много химических элементов новых появилось. И обычно и в России, я думаю, что, наверное, у вас тоже, у нас дети изучают ее в школе на уроках химии. А если у нас есть уроки химии, то все дети обязательно знают Менделеева. Следующий наш ученый русский – это Иван Павлов. Может быть, слышали «собака Павлова», может быть, это известный термин. Значит, Иван Павлов, он у нас жил уже в начале 20 века, то есть конец 19-го, начало 20-го, и он был физиологом. То есть он работал с психикой, с нервной системой и с рефлексами. И самые его известные эксперименты – это были эксперименты с собаками. Поэтому называется «собака Павлова». В чем был этот эксперимент? Вообще, в чем была его теория Павлова? В том, что рефлексы, как в организме человека и животных, неважно, живых существ, бывают безусловные и условные. Безусловные – это генетика. То есть вы ничего не можете делать. Это ваш рефлекс по наследству от ваших мам и пап. Условный рефлекс – это который вы можете сформировать. Что он делал? У него были собаки, был звонок, вот это у нас звонок, и было мясо. И когда звонили в звонок, собаки давали мясо. И потом, когда собака слышала звонок, она думала, что сейчас будет мясо. То есть она потихоньку формировала новый рефлекс. Что неважно, дают мясо или нет, но она уже думает, а сейчас будет мясо. И собака Павлова – известный термин не только в России, но и за рубежом. И он в 1904 году получил Нобелевскую премию за свои эксперименты, за свои научные работы. Не за эксперименты, но за работы, за его выводы, итоги, которые он сделал после экспериментов. Да, вот, кстати, вот это реальная фотография, как вот он работал с собаками. Хорошо, следующий. Следующий ученый, может быть, не очень известный даже, вряд ли его все знают в России, но, может быть, кто занимается конструированием, тот знает. Это Николай Жуковский. Николай Жуковский, да, это тоже, это примерно параллельно с Павловым, да, время. То есть это начало XX века. Инженер-конструктор. И его считают отцом русской авиации. Отец-папа русской авиации. Да, то есть он первый работал, да, первый изучал, да, как работают технологии в воздухе, да, как работают самолеты и так далее. И он считается основателем современной, да, то есть сейчас которая гидроаэродинамики. То есть он уже на тот момент придумал какие-то принципы, правила, да, и так далее. И в 1904 году, после своих разных размышлений, экспериментов и так далее, он создал теорему Жуковского. Она так и называется, теорема Жуковского. Какая у него была идея? Я не буду вам рассказывать теорему, да, я не настолько специалист. Но какая была идея? Он на тот момент, да, самолеты делали, крылья самолетов, да, были прямые, горизонтальные. И он был один из первых, кто понял, что это плохо, да, что это недостаточно хорошо работает. Как он это понял? Он смотрел на птиц. Он видел, что когда птицы летают, то их крылья не горизонтальные, да. Они или так, или так, да, то есть у них есть какой-то радиус. И он применил это к самолетам. Да, если вы посмотрите, то крылья у самолетов сейчас чуть-чуть приподняты, да, не горизонтальные. Особенно для больших самолетов. Вот это одна из его таких важных заслуг. Следующий наш ученый это Андрей Сахаров. Да, Сахарова, наверное, многие тоже слышали. Да, это русский физик-теоретик. И он изучал, исследовал термоядерные реакции. Да, то есть то, что используется сейчас в бомбах. Вот как раз в 1953 году он участвовал в создании водородной бомбы. То есть бомбы из водорода. Что интересного в его истории? Это то, что он был действительно великим ученым. То есть он много знал, много работал. И он действительно изучал вот эти термоядерные реакции. Но когда реальная бомба была сделана, он был против, он не хотел. Да, то есть он был против ядерного оружия. И потом позже тоже против смертной казни. То есть он вообще был таким пацифистом. И в 1975 году он даже получил Нобелевскую премию мира. То есть for peace. То есть за мир. И да, и такая получается немного ирония. Получается немного ирония. Я как раз вспоминала слово. Что он создал такое, так скажем, разрушительное, очень серьезное оружие. Но при этом сам он получил Нобелевскую премию мира за то, что он был против этого. Конечно, считаю, когда говорят о Сахареве, говорят, что он придумал бомбу. Но это не так. Там было много ученых. Он не был один, конечно. Но он участвовал какие-то, как-то помогал в этом. Да, и тоже вот как раз против смертной казни. То есть он до конца жизни боролся против каких-то антисоциальных норм. Следующий тоже, я думаю, может быть, слышали или знакомы. Это Сергей Королёв, инженер-конструктор, который работал в космической сфере, в космической отрасли. Он первым создал спутник, который улетел от Земли. Первый ракетный, запуск первого искусственного спутника, не натурального, а искусственного спутника в космос. И также он работал во время первого полета космонавта в космос, Юрия Гагарина в 1961 году. То есть в 1957 запустили спутник и буквально через 4 года уже запустили человека в космос. И как раз вот здесь с Гагарин поехали, и вот они вместе с Гагарином. Вообще Сергей Королёв очень долго, вот этот момент, когда вот это была гонка Америка, Россия, кто быстрее полетит в космос. Королёв возглавлял, был главным в России, кто занимался космической сферой. И, например, в Москве есть очень хороший музей, музей космонавтики. И там можно посмотреть даже его кабинет, как он работал, послушать его голос, как он говорил и так далее. Ну и вообще там можно много чего физически потрогать. Значит, вот Сергей Королёв. Следующий русский учёный уже тоже XX века это Андрей Туполев. Андрей Туполев это авиаконструктор, то есть он конструировал самолёты. И в России, в мире он известен тем, что он сконструировал первый в мире пассажирский сверхзвуковой самолёт. То есть самолёт, который летал очень-очень быстро, быстрее, чем звук, быстрее, чем звук. Да, это вот был 1968 год, и самолёт назывался Ту-144. Назывался Ту, потому что была фамилия Туполев, Ту-144. Да, это было во времена Брежнева, когда в Советском Союзе был Брежнев. И Брежнев был в командировке в Европе и увидел европейский, тоже аналог европейского самолёта Конкорд. И он сказал, я тоже хочу, да, я тоже хочу, и русские учёные начали работать над самолётом. Да, к сожалению, самолёт работал не очень долго, потому что, когда Брежнев умер, новые главы России не захотели работать над этой технологией, так скажем. Да, и тогда у нас выпустили самолёты Ил. Да, может быть, слышали. На месте пассажирских Ту-144 стали летать Илы. Да, но до сих пор вот это конструкторское бюро Туполево, оно работает в России, то есть они до сих пор занимаются самолётами. И сейчас, например, если вы будете летать российскими разными авиалиниями, конечно, часто там есть тоже и Боинги, и Airbus, да, но тоже есть Ту-154, да, такой более новая версия. Да, но он, конечно, не сверхзвуковой, он на нормальной скорости. Да, и вот при участии Андрея Туполева было создано более 100 типов самолётов. То есть представляете, какая большая работа, 100 типов самолётов. Не все потом пошли в реальную жизнь, да, но около 70 из них потом реально работали. Да, вот как раз Ту-144, вот он, да, сверхзвуковой, у него такой немного странный нос в начале. И вот этот Туполев, да, и вот Туполев рядом со своим самолётом Ту. Следующий известный учёный уже ближе к нашему времени, да, это Жорес Алфёров. Да, у него достаточно необычное имя, да, Жорес, не очень русское. Но в любом случае он работал в России, в частности в Санкт-Петербурге, он учился в Санкт-Петербургском университете. Физик, да, более 500 научных работ, то есть 500 научных текстов и более 50 открытий, да, в сфере по теме физики. Он создал одним, один из первых работающих транзисторов. И также, да, он занимался лазерами, да, и одно из его открытий, это были лазеры на гетероструктурах, которые потом помогали делать новые технологии, да, как компьютеры, компакт-диски, да, какие-то системы для космической коммуникации и так далее. То есть вот это его открытие потом применялось во многих сферах. И также в 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике, да, Нобелевскую премию. И вот видите, он тут уже очень старенький, да, то есть сейчас он уже умер, да, но не очень давно, не очень давно. Вот он здесь у нас с Путиным, да, с какими-то наградами. Следующий уже современный ученый это Григорий Перельман. Слышали? Перельман это математик, и он известен тем, что он доказал гипотезу Пуанкаре. Да, то есть сейчас один из, насколько я помню, американских университетов, я, может быть, ошибаюсь, придумали задачи тысячелетия, то есть проблемы тысячи лет, да. Это всего семь математических проблем, которые никто не знает, как решить, да, какой у них итог, какой вывод. И за каждую проблему этот университет платит 1 миллион долларов, 1 миллион долларов. То есть было всего семь таких проблем, и одну из семи проблем решил Перельман, да, гипотеза Пуанкаре. Что особенного в его истории? Это то, что он доказал эту гипотезу, и потом сколько-то, не помню, несколько лет ученые пытались понять, правильно он решил или нет, правильно он доказал или нет. В итоге они сказали, что все правильно, все отлично, и ему хотели дать премию, ему хотели дать миллион долларов, но он сказал, нет, я не хочу, мне не нужно миллион долларов, мне не нужна премия, я не хочу работать академиком. Все, до свидания. И да, он сейчас жив, он живой, да, он работает, но живет он не публично, да, и не контактирует с прессой. Да, то есть иногда даже где-то мне попадались новости, что он вообще не выходит из дома. То есть живет в своей квартире, занимается математикой или нет, мы не знаем сейчас, да, но он абсолютно не публичная персона. Ну, я думаю, что вы, я не стала другие фотографии, там есть фотографии, где очень заметно, что он не публичная персона. Да, тоже учился в Санкт-Петербурге и живет тоже в Санкт-Петербурге, но не публично. Да, и вот тут, видите, один из мемов из интернета, да, решение гипотезы Пуанкаре и один миллион долларов. Да, и он спрашивает, что это? Что это за знак? Я такого не знаю. И совсем, да, тоже современный ученый, так как сейчас развивается у нас сфера IT-технологий, то, конечно, куда нам без каких-то изобретений, открытий в сфере IT. Это Евгений Касперский, может быть, слышали? Касперский. Он создал, да, антивирус для компьютеров, да, то есть для работы на компьютерах, антивирусная программа и для интернета, и, я думаю, сейчас для мобильных устройств тоже. Его компания называется Касперский Lab, и вот, например, один из его продуктов, да, интернет-секьюрити Касперский. И, да, он сейчас работает до сих пор в этой сфере, что особенно в этой истории, это то, что он работает в России, потому что, может быть, вы знаете, да, что IT-специалисты из России очень часто уезжают отсюда, эмигрируют, да, и работают в Европе, в Америке, открывают компании там. Там очень много русских специалистов, как бывших русских, да, специалистов работают, например, в Сан-Франциско, да. Я не стала их включать в наш список русских учёных, потому что, да, они русские, но сейчас у них есть паспорт другой страны. Но Евгений Касперский, да, он работает и живёт в России, да, и он создал такую очень большую структуру интернет-безопасности, да, то есть интернет-технологий. И ещё одна вещь, о которой я вам хотела сегодня рассказать, это одно из последних открытий, открытий, которые мы можем приписать России. Здесь нет конкретного учёного, потому что очень много учёных работают над этим. Это озеро Восток. Слышали, может быть, об этом? Не слышали? Значит, озеро Восток в Антарктиде, да, оно было открыто в 12-м году. Это озеро подземное, то есть оно под землёй, и оно очень глубоко, 4 километра льда. Если вы посмотрите вот на такую фотографию, да, то есть вот это лёд, то есть вот наверху самом это станция, где работают учёные, 4 километра почти льда, и потом озеро. Тоже очень глубокая, да, тоже посмотрите, да, примерно как лёд. Русские учёные работали 30 лет, чтобы сделать углубление во льду, то есть чтобы достать со станции до озера. Да, вы представляете, что это 4 километра, и они не делают тоннель, они делают маленький, маленький, маленького радиуса, да, такой дыру. Значит, они 30 лет рубили этот ледник. Почему это сейчас считается одним из важных открытий, что нашли это озеро? А то, что озеро изолировано от внешнего мира, да, то есть от атмосферы, от людей, от всего. То есть это озеро, да, вот 14 миллионов лет назад, как минимум 14 миллионов лет назад было озеро, и его законсервировали, закрыли. И поэтому учёные считают, что сейчас в этом озере могут быть какие-то живые организмы 14 миллионов лет назад. То есть это будут уникальные, если учёные их найдут, это будут уникальные открытия. То есть это место изолированное от остальной природы, а это значит, что если эти организмы жили, развивались, то это будут новые организмы, которых нет на земле, да, в других частях. Да, вот эта станция, она называется Восток, где работают русские учёные. И я вам предлагаю посмотреть маленький трейлер. Есть документальный фильм об озере Восток, и это маленький трейлер этого фильма. Да, что интересно, во-первых, вы посмотрите вообще эту станцию, где работают учёные, да, потому что условия трудные, да, это, представляете, это снег, лёд, всегда холодно, это далеко от континента, да, где можно там, например, купить, пойти в магазин и купить продукты. Нет, да, вы такого сделать не можете. Условия трудные. Посмотрите, как сейчас, да, то есть это учёные, которые работают сейчас. Как они работают, какие, какая атмосфера, какие условия. Понимаете, это объект, который привлекает внимание всего человечества. Абсолютно стерильное озеро, 6000 кубических километров. Давайте не будем с этим шутить, вообще говоря. Как они работают, что они такие шутит, глянулись до вселенной. Как они работают. Как они работают с помощью llevоза Альтистана, как они работают на lawn. Как они работают с бомбомбардом, которые оборудовывают, когда их уничтожили. Поэтому они работают с глянами. Есть. Есть, пошел. Все щелките. Мы этот риск взяли на себе на себе. Тихо, тихо, тихо. на таких глубинах лед в мире не курил никто невозможно открыть какой учебник сейчас известно, что где-то миллион лет назад в климатической системе нашей планеты произошли существенные изменения это называется юбочка вот на этот месяц и смеялся я же объяснял, это не работа это мужская миссия да, фильм называется «Озеро Восток» рассказывает о экспедиции одной из экспедиций, которая была на это озеро на это озеро как они работали вы видели там такие ледяные тоннельчики это как раз, которые они вынимали из этого льда на этом презентацию заканчиваю спасибо за внимание если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, я буду рада спасибо 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 спасибо